После того, как Моцарт сыграл, ты с этим шёл ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого. Боже! Вот здесь я хочу прокомментировать одну деталь, казалось бы, не очень важную, но почему скрипач слепой? Не все же скрипачи были слепыми. Почему Моцарт приводит слепого скрипача по воле Пушкина? Кто такой слепой скрипач? Это тот, кто не мог читать ноты. Значит, он услышал музыку Моцарта по слуху, играет её по слуху. Здесь очень важный момент. Значит, музыка Моцарта – это часть воздуха, это часть мира, из которого в трактире у слепого скрипача часть этого мира, часть моцартовской вселенной звучит. Для Моцарта самое важное, почему он хохочет, что его музыка внедрена в сознание на уровне растущей травы, на уровне светящего солнца, на уровне поющих птиц. Это для Моцарта главное, как мне кажется. Но затем Сальери произносит очень важную фразу. «Ты, Моцарт, недостоин сам себя». Мне кажется, вот здесь начинается формирование обвинительного заключения. Моцартовская музыка высока, божественна, эксклюзивна, как сегодня бы сказали, элитарна, бессмертна. А вот этот Моцарт в этом теле, он недостоин собственной музыки. Может быть, здесь рождается первая идея – разделить музыку Моцарта и его тело. Убрать это тело, потому что оно мешает музыке. Моцартовское тело недостойно моцартовского духа. Ты, Моцарт, недостоин сам себя. И когда Моцарт спрашивает, что ж хорошо, Сальери говорит удивительную вещь. Какая глубина, какая смелость и какая стройность. Слышите, для христиан, хорошо знающих историю и теорию религии, христианской религии, нет никакого сомнения, что Сальери называет триединство Бога. Глубина – это отец. Смелость – это сын, осмеливающийся отправиться на землю. А стройность – это духовность. Уверенность в правоте. Итак, глубина, смелость и стройность. И затем само собой, разумеется, продолжение. Ты, Моцарт, Бог. И сам того не знаешь. Я знаю. Я. Вот оно, Сальери, в начале маленькой трагедии, сообщивший о том, что правды нет и выше, в поисках правды, находит правду, находит Бога. И этот Бог Моцарт. Видите, слышите, чувствуете, как выстраивается линия? Рафаэль, Данте – Бог, который триедин. Третий из них – это Моцарт. Глубина, смелость, стройность, триединство. Что же отвечает Моцарт? Ба, право. Может быть. Но божество мое проголодалось. Все. Теперь Сальери знает, что он должен сделать. Он обязан отомстить Моцарту. Он, Сальери, нашел Бога. И тут же потерял его. Благодаря этому мерзкому телу, которому все равно когда, все равно с кем, который даже влюблен не слишком, а слегка, который ничего не воспринимает всерьез. Так отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва, говорит Сальери, без перерыва. Слышите, Моцарт. Ба, право. Может быть. Но божество мое проголодалось. Сальери. Так отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва. Темп здесь может быть только 21 века. Ни паузы, ни мгновения, ни сомнения. То, что сейчас сделал Моцарт, это страшнее пародии на Данте. Это страшнее всего. Он посмел отнять у Сальери Бога. А дальше? Моцарт, пожалуй, я рад. Но дай схожу домой сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась, уходит. Сальери. «Жду тебя, смотришь». «Жду тебя, смотришь» – это гениальная пушкинская звукопись, свидетельствующая о том, что Моцарт одной фразой превратил Сальери из гениального, думающего, талантливого, пусть завидующего, риторически завидующего, не на уровне убийства человека, в оперного монстра, в страшного антигероя. Сальери впадает в состояние аффекта, и теперь того Сальери, который был в первом акте, мы никогда больше не увидим. Мы теперь встретились с чудовищем. «Жду тебя, смотришь». Это значит, что Сальери, который только что отрицал, что он змея растоптанная, начинает даже говорить змеиным языком. «Жду тебя, смотришь». Моцарт уходит, и Сальери остается один. Сейчас становится ясно, что Сальери, мгновенно принявший решение, убить Моцарта, не убийца, не профессиональный убийца, никакой убийца вообще. Это жрец музыки, искусства, искельи, счастливый, гармоничный. Он должен в очень короткий срок доказать самому себе, что он, который убьет Моцарта, не убийца. И нам предстоит проследить за одним из самых уникальных по философской насыщенности текстов в истории мировой литературы. Попробуем. Нет, не могу противиться я доле судьбе моей. Я избран, чтобы его остановить. Не то мы все погибли. Слышите, что происходит? Я избран, не то мы все погибли. Пушкин совершает грандиозный лингвистический поворот. Сальери, который эгофиксирован, у которого в первом монологе бесконечное «я», «я плакал», «я наслаждался», «я творил», «я жег», «я», «я». Необычайное количество «я» в первом монологе, где Сальери рассказывает о себе. «Я завидую», заканчивается монолог. И вдруг «я» должен его остановить, не то мы все погибли. И опять повтор, мы все, все Сальери избран, какое важное слово. Я избран демократическим путем, я избран большинством, то есть всеми. И задача моя теперь ясна. Пожертвовать написанием музыки, пожертвовать Келли, пожертвовать Реноме, пожертвовать всем. Потому что я должен его остановить во имя общества, во имя всех. Вот ради чего Пушкин пишет маленькую трагедию. И так дальше. Не то мы все погибли. Мы все, слышите повтор, жрецы, служители музыки. Не я один с моей глухой славой. Что пользы? Запомните этот аргумент. Что пользы? Если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет. Подымет ли он тем искусство? Нет. Оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам, нам не оставит он. И опять. Что пользы в нем? Опять про пользу. Как некий херувим. А вы знаете, кто такой херувим? По-итальянски. Херувина. Вы кто знаете? Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских. Чтобы возмутить бескрылое желание в нас, в чадах праха, После улететь. Теперь мы вынуждены вернуться к войке Сапеты. К музыке, которую пародировал слепой скрипач из трактира. Волею Моцарта. Кто же такой херувим? Почему Сальери потрясен, что Моцарт, создающий музыку триединого бога, Мог позволить себе издеваться над своей собственной музыкой, Где мальчишка, пашграфа Альмавивы из оперы Моцарта «Женитьба Фигара», 14-летний херувим, На самом деле серьезный главный герой «Женитьба Фигара». Несмотря на то, что на афишах стоит Фигара, Керубина важнее. Ну-ка вспомним фрагмент из «Женитьба Фигара». Керубина просыпается рано утром, Для того, чтобы нарвать букет цветов в саду, Потому что он понимает с утра сегодня, Что он влюблен в дочь садовника, прелестную Барбарину. Керубин рвет цветы сегодня, Наконец-то он признается в любви Барбарине, И вручит ей букет цветов. В это время мимо него пробегает Сюзанна, невеста Фигара. «Доброе утро, Керубина! Чего ты так рано проснулся?» И тут Керубина неожиданно осеняет. Он был неправ с утра. Он любит не Барбарину, Он любит Сюзанну, Неважно, что она невеста Фигара, Важно немедленно догнать ее, Вручить букет цветов и признаться в любви. Керубина бежит за Сюзанной, Но ее след простыл. Керубин растерян. Барбарина, Сюзанна, И вдруг сверху. «Доброе утро, Керубина!» «Почему ты так рано проснулся?» Это сама графиня. Розина. И тут Керубина со всей отчетливостью понимает. Он никогда не любил дочь садовника Барбарину. Нет, никаких чувств к Сюзанне он тоже не испытывал. Он на самом деле посмел любить графиню Розину. И наступает время приснания в любви. Керубина с цветами взбегает вверх по лестнице, Бросается, прыгает в спальню графини, Падает на колени, Барбочет слова любви. И тут замечает, что графиня в спальне не одна. Рядом с ней стоит ее муж, граф. Граф Альмавива. «Вон! Вон и самка! В мою гвардию!» Керубина плачет так горько, Так безутешно, Что сейчас Фигара придется доказывать, Что он не главный герой оперы «Женитьба Фигара». У Фигара две арии. И у мальчишки Керубина тоже две арии. Первое. Рассказать, объяснить не могу я. То, что потом станет сороковой симфонией, Первой темой, первой части. И вторая ария. Вот это Войке Сапеты, Которую нищий слепец играет. Вы, кто знаете, расскажите, Почему, 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 Что такое любовь? Те, кто знаете, Войке Сапеты. Фигара вынужден одной из двух своих арий, Которую ему положено, Как главному герою петь в опере, Израсходовать на Керубина. На Керубина, потому что Фигара должен утешить Утешить этого горько плачущего мальчишку. Вот откуда знаменитая музыкальная дразнилка. «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, Отданий с женской лаской прельщенный, Недовольный, вертеться, кружиться, Не пора ли мужчиною быть?» Итак, считайте, что у Керубина три арии. Потому что две собственных, И одна посвященная ему, Обращенная к нему, А у Фигара всего одна. Кто же главный герой? Более того, Тайный знак музыки Моцарта Заключается в том, Что Керубина вообще двойник. Альтер-эго, Как говорят латиняне, То есть второе я Моцарта. Для Моцарта Керубина это все. Это он сам, Влюбленный, Вечно подвижный, Вечно в сомнениях, Вечно в слезах, И в смехе, В улыбке, Постоянно, Цветочки, Лепесточки, Ленточки. Это он, Моцарт. А Керубина, Его ангел-хранитель, Не случайно, Когда приходит ощущение смерти, В сороковой, Соль минорной симфонии, Главная тема, Это тема Арии Керубина. Рассказать, Объяснить не могу я. Он по-прежнему ничего не может Объяснить и рассказать. И даже не может Расквитаться с тайной смерти, С тем страхом смерти, Который навсегда внутри Моцарта. Представляете себе, Как глубоко Звучит Сальеревское высказывание После того, Как Моцарт Плюет в собственную купель. Издевается над самим собой. Ты, Моцарт, Не достоин сам себя. Ты создал этот образ, И ты позволяешь издеваться над ним. Вот оно, Как далеко Все идет. Решение принято. Мы. Как только Сальери Попал в состояние аффекта, А состояние аффекта начинается, Я жду тебя, Смотришь! Сальери Перестает быть Композитором, Гением, Творцом, Соратником Моцарта, Потому что, Как только он сказал, Что пользы в нем, Или, Что пользы, Если Моцарт будет жив, Он вступает в войну Со всем творчеством Пушкина. Молчи, Бессмысленный народ, Паденщик, Раб нужды, Забот, Не сносен мне Твой ропот дерзкий, Ты червь земли, Ни сын небес, Тебе бы пользы все, Навес, Кумир ты ценишь, Бальведерский, Ты пользы, Пользы в нем не зришь, Но мрамор сей ведь бог, Так что же, Печной горшок тебе дороже, Ты пищу в нем себе варишь. Вот здесь Пушкин формулирует, Кто для него червь, Помните, Сальери, Я жду, Смотри ж, Кто для него червь земли, Тот для кого, Ценность Аполлона Бальведерского, По весу мрамора, Ушедший на изготовление статуи, Вот где конфликт, Между аффектированным, Впавшим в совершенно дикое состояние, Сальери и Пушкиным. Если раньше Сальери говорил Пушкинским языком о келье, О сладких молитвах, О сладких слезах, То теперь он говорит голосом черни, Потому что от Моцарта нет пользы. Сальери обязан это говорить, Потому что иначе он не сможет Отравить Моцарта. Он избран от имени Широких кругов общественности, От имени всех, Кому дорога музыка, Искусство, Культура, Смысл, Правда, В конце концов, Которая нет ни на земле, Ни в небе. Он Моцарт, Как пророк, Он остановит несправедливость, Он найдет Бога. Он его пытался найти в Моцарте, Не нашел. Теперь он его найдет, Убив Бога И восстановив подлинного, Единого Бога, Восстановив справедливость. Вот какая страшная, Маленькая трагедия Пушкина. Она совсем не детектив, И совсем не о Сальери, Который отравил Моцарта. Она о методических принципах, По которым действует, И которыми руководствуется, Человечество систематически убивая Моцартов. Человечество должно отказаться от понятия человечности. Тогда можно стать всеобщим убийцей. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ